Владимир Сидоренков 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 Ну, просто сам этому не научиться и пришлось приехать Какие приспособления? Ну, например, вот такое приспособление для нанесения микронасечки на парикмахерские ножницы Мы это прошли Другое приспособление это для вышлифовки, так называемого хонингования Также парикмахерских ножниц и, естественно, круг для этого То есть вот такие приспособления Плюс у Владимира еще появились материалы такие, что, да Для приспособления, водные камни, да, так сказать Ну, то есть у меня появились водные камни другого класса Да, более высокого класса, чем я когда учился То есть на тот момент были другие Сейчас появились другие Более высокого класса я увидел результат по ненаслышке Как говорится, на собственном опыте И посмотрел, что это гораздо лучше Ну, я просто немножко хотел прокомментировать То есть есть сегмент таких рабочих, да, водных камней Которые идут в среднем сегменте И они, ну, будем говорить, доступны Да, они доступны для того, чтобы человек на начальной стадии формирования мастерской Смог приобрести, ну, полностью все оборудование и доп. приспособления То есть когда уже человек прошел какое-то количество времени тренировок Да, практика, уже есть клиенты И мы уже можем выйти на более профессиональный уровень То есть И я в том числе, как бы, да, ранее не знал о том, что существует Ну, допустим, они делятся по классам Ну, там, связки другие Другие зерна Более плотнее там и все остальное Качество тебя порадовало Меня очень, да, порадовало По сравнению с тем, что было И что сейчас я получил, да Гораздо, гораздо больше эффекта Мы такую тайну, да, завязываем Да, да, да То есть у нас вот это, вот это Вот На какие вопросы То есть с какими вопросами ты вообще приехал То есть какие, расскажи Ну, самый большой вопрос был Это, ну, естественно, хонингование Вопрос у меня был, конечно, и по микронасечкам Я не понимал, для чего она вообще нужна Я теоретически это понимал Но я не видел Не мог понять, для чего она вообще нужна После вот как мы нанесли, как бы, на многие инструменты микронасечку На эту я визуально и сам попробовал И сам пощупал, как говорится Я увидел, что это такое Плюс мы посмотрели под микроскопом, как это выглядит И Да, эффект очень Ну, то есть ты ответил на вопрос По нанесению микронасечки Да А потом, насколько я помню Это филировочные ножницы Филировочные Какая тайна была для тебя открыта? Тайна для меня открыта была Ну, вот По углам То есть угол мы Можно это говорить? Да? То есть половинки углов добавлять стали То есть подводы на половинке То есть уже получился другой срез То есть другой эффект отрезания волоса Я просто добавлю, да, чтобы, как бы, понимали, да А эти половинки Это мы разбирали именно Первоначальный угол заострения Да Ну, к примеру, там мы ставим Ну, образно, 47,5 градусов, да На держателе фуллдрайва И дальше потом мы делаем микроподвод под 45 градусов Да, то есть это вот Именно вот эти половинчатые углы Вот эти микроподводы Они играют очень важную роль Да, то есть два года назад Я тебе об этом говорил Но, возможно, ты это не услышал Да, возможно Ну, потому что Первый раз это все и Как говорится Она, может быть, где-то и была в памяти Но потерялась как-то немножко После, по истечению Вот, как бы, начали возникать вот эти вопросы И мы их, как говорится В процессе вот сейчас повышения Мы все их решили То есть сейчас ты по-другому уже Да, я по-другому взглянул на инструмент По-другому посмотрел То есть у тебя уже там двухлетняя практика Ты уже умеешь разговаривать с клиентами Но само качество, да То есть вот именно подачи и выдачи Выдачи именно, да, клиентам Для тебя был, ну, немножко Ну, я имею в виду само качество заточки Само качество заточки, да Конечно, стало сейчас гораздо лучше Ну, то есть вот эти вот ножницы, которые у нас лежат на столе Вот это все мы, все сделали Все привели в порядок Каким-то мы нанесли микронасечку сделали Каким-то сделали хонингование Ну, то есть мы все операции Все операции, которые были на повышении Мы их прошли Очень круто Маникюрный инструмент у нас был первый день Да, первый день был Вопрос был Просто я его коснулся И не понимал, как бы Даже при звонках Мы все равно не могли понять Как это все правильно И донести это все В основном, больший вопрос был у меня По ногтевым кусачкам, по вросшему ногтю И по кусачкам и парусам Которые вогнутые речи Вогнутые, да В первый день мы этот вопрос полностью закрыли Нет, мы его раскрыли Сперва раскрыли, потом закрыли В конце рабочих дня Теперь все, это понятно То есть будем это обрабатывать Дорабатывать, как говорится Уже с опытом все придет еще больше В принципе Маникюрные ножницы Маникюрные ножницы, да У меня тоже был вопрос по ним После совсем, когда уже приносят инструмент Очень укороченный Погнутый, причем очень сильно Как его было вообще сформировать Чтобы они, как говорится Получили свой первоначальный Будем говорить, приближенный При заводскому стандарту заточки Тоже был вопрос Непонятно, как это было все правильно сделать Главное было это правильно сделать Заточить это не проблема Но как это правильно все было Сформировать все это, как сделать То есть мы этот вопрос тоже раскрыли и закрыли То есть все сейчас понятно и решаемо Не решаемо Ну благо у тебя станочная база есть Я имею ввиду у тебя GMT2 FullDrive, Frontplate Pro у тебя есть Ты попробовал, поработал на Pro2 То есть ну здесь уже как бы ты приедешь домой Сделаешь для себя выводы Да, естественно Подобьешь бюджет И возможно, что, ну невозможно А необходимость в покупке дополнительных приспособлений Ну про дополнительные приспособления, конечно Да, будет Ну вообще, как бы вот Насколько тебе понравилось То есть вот именно приезд второй раз Оправдан ли он был И вообще вот Ну в целом То есть ты видишь, что и мастерская у меня за два года Тоже преобразилась То есть как бы все растем Да Да, двигаемся все равно Время не стоит на месте Мы тоже не стоим на месте Надо как-то развиваться Расти выше Более, как говорится, к качеству Добиваться качественной работы Ну по Вопросу понравилось как? Понравилось очень То есть Все вопросы решили, как говорится Что в первый раз я когда приезжал На базовую На базовую, да То есть уехал Вот с таким пакетом знаний Что сейчас? Я еще увожу Еще, как говорится, больше с собой Пакета знаний То есть дополнительно Вот я получил Ну очень большое количество информации Что-то записал Что-то, как говорится Сфотографировал для себя Для моего личного То есть какие-то вопросы Поэтому Очень большой багаж Очень круто Я очень рад Ну что бы ты пожелал нашим ученикам Которые уже прошли обучение Стоит ли им приезжать На повышение квалификации Я думаю стоит Потому что Даже компания не стоит на месте Адемс То есть какие-то новые приспособления Там разрабатывают Какие-то Ну Делают очень много Интересных вещей Которые Ну Они пригождаются Очень в работе Модернизация Модернизация, да Она проходит Поэтому Самому этому Если ты этого Не видел И не пощупал Как говорится Вот это все в руках То есть руки Как там пристроить Там Как это все То есть ты Не поймешь Как этим работать Поэтому тут лучше Это вот Приехать Подержать это в руках Пощупать Потрогать Что вот это вот Я тоже не понимал Как она вообще работает Что это такое вообще То есть это я попробовал Пощупал Попробовал сам Проточить все это То есть все это Очень классно Ну что я могу Тебе только пожелать Теперь Как говорится Да Уже Ну Именно тех Задач Тех Точнее Ты задачи уже Перед собой поставил Да Именно Завоевать Как сказать Не уважение А Доверие Доверие Да Тех клиентов То есть которые Возможно сомневались Да Потому что и там Прямые эфиры Вы вели И у вас уже сейчас По приезду домой Уже очередь стоит Вот На самом деле Ну это было очень Как бы так тоже Необычно Вот Когда идут прямые эфиры Но это для меня И тебе пожелать Конечно Ну хотел бы сказать Карьерного роста Но здесь вопрос карьеры Как бы он уже решен Ты сам себе директор Совсем начальник Да Именно профессионального роста Да То есть чтобы у тебя Средний чек вырос Чтобы у тебя Те Люди Которые сомневались Они пришли И теперь уже Увидев то Что ты умеешь И знаешь То есть чтобы ты Ну будем говорить Оброс Как говорится Нет Ты уже и так Оброс Вот Оброс Большей базы клиентов Купил себе Андаторовую шапку Весь там В соболях Вот Ну и соответственно Как бы получал Просто именно Душевное Моральное То есть как бы Довлетворение От работы Ну потому что Мы любим Свою работу Я люблю Свою работу Я ее делаю Профессионально Качественно И результат Ну собственно Ты видишь На лицо Вот Я всем бы хотел сказать До свидания До скорых встреч Сегодня У нас четвертый день И мы уже будем Говорить друг другу До свидания Поедете домой Будете работать Зарабатывать деньги Деньги Да То есть Собственно Этим И занимаемся Спасибо